Транспортная проблема для Шекснинского района остается одной из самых острых. Если в самом поселке автомобильные дороги регулярно ремонтируют, то между многими деревнями транспортного сообщения просто нет. У нас на территории поселения 10 деревень тактически без сообщения транспортного. Полевые дороги, которые ежегодно перепахаются, а в данных деревнях проживает городское население, то есть дачники. И они, конечно, недовольны таким положением. У вас, на мой взгляд, в районе должна быть какая-то своя сегодня программа. И я понимаю, там между деревнями, где сообщение, должно быть какое-то четко определенное место, где дорога эта должна быть, чтобы ее не перепахивали. Еще одной больной темой остается газификация. Сейчас голубое топливо есть лишь в 20% домов района. По словам специалистов, это далеко не самый низкий показатель по области. К примеру, в Никольском районе он равен нулю. Есть еще проблемы. В деревне Нифонтово дом культуры сгорел 30 лет назад. С тех пор его так и не восстановили. В связи с расширением самого микрорайона, а там большое расширение планируется, естественно, строительство вот такого развлекательного центра там будет. Вопрос не там, где он на сегодня есть, вот эти руины, которые стоят, не в этом месте, в другом. Но то, что строится, там будет точно. На болевшем для многих селян остается и жилищный вопрос. Воспитанники детского дома после 18 лет буквально оказываются на улице. Один на один со своими проблемами. Вот сейчас в Трайсном птицах фабрика жить вообще не надо. А снимать вообще нереально. Только кому без причин. Жилищные проблемы воспитанников детских домов, вопрос с зарплатами бюджетников и многие другие, пообещал Николай Тихомиров, будут решаться на уровне области. В Шекснинском районе за последние годы много что сделано. И, наверное, по сравнению с другими муниципальными районами, здесь несколько таких поменьше вопросов задаются. Но, тем не менее, вопросы какие? Первое – это дороги. Второе – это заработная плата сегодня самых низкооплачиваемых категорий работников и в образовании, и в медицине. Сегодня в Шексне состоялась встреча с ветеранами и работниками образования. Власти пообещали, проблемы жителей Шекснинского района без внимания не оставят.